МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Артем Плюхин, специалист по недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в городе Перми. Доброе утро. Доброе утро. И у меня первый вопрос. Вообще, насколько целесообразно вложиться именно в покупку, а не в аренду жилья в большом городе? Действительно ли это хороший инвестиционный инструмент? Однозначно, очень интересный вопрос, потому что многие люди думают по поводу того, все-таки приобрести квартиру для того, чтобы сдавать ее в аренду, или вложиться в недвижимость на этапе строительства. С точки зрения инвестиционного инструмента, однозначно, приобретение на этапе строительства намного выгоднее, чем сдача жилья в аренду. Потому что при покупке недвижимости для того, чтобы сдавать ее в аренду, срок окупаемости намного выше, чем человек приобретет квартиру на этапе строительства и перепродаст ее по много большей стоимости на этапе, когда дом уже будет построен. Когда мы здесь, в Перми, а квартира там, в Москве или в Санкт-Петербурге, вот каковы вообще основные особенности приобретения ситуации в строящемся доме или уже в готовом? Тут нужно обратить внимание на два аспекта. То есть первый аспект – это, естественно, цена. Цена в новостройке, она существенно ниже, чем цена в готовом доме. Второй аспект – это юридическое сопровождение. То есть все новостройки у нас продаются по действующему законодательству, 214-му федеральному закону, по договору долевого участия. При продаже готового жилья, готовой недвижимости – это договор купли-продажи. Вот, соответственно, те, кто планирует в ближайшее время покупать недвижимость, ему стоит акцентировать внимание именно на договоре долевого участия, то есть непосредственно смотреть на застройщиков. Вот, кстати, что касается договора долевого участия, говорят, что он уходит в историю. Как это повлияет на рынок? – Безусловно, 2019 год станет годом больших перемен на рынке недвижимости. Цены на квартиры вырастут, застройщикам уже нельзя будет продавать жилье на этапе строительства, застройщик не будет получать деньги дольщиков, как это происходит сейчас. У людей осталось еще примерно полгода до момента, когда вступит в силу поправки в 2014 федеральный закон, произойдет до 1 июля 2019 года. Сейчас у людей есть еще возможность приобрести квартиру по выгодным условиям на этапе строительства и с точки зрения инвестиций даже заработать на этом. – Я вот думаю, что у тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, возник вопрос, можно ли провести сделку дистанционно и при этом безопасно? – Да, конечно. Сегодня есть ряд инструментов, в том числе на рынке Перми, когда можно, не выезжая из города, купить квартиру в любом регионе. – Будь то это столица, либо Санкт-Петербург. Соответственно, есть специалисты, которые оказывают всю необходимую поддержку, причем это все на безвозмездной основе. Клиент обращается, приходит некое представительство, и ему оказывают полный спектр услуг. Не выезжая в тот или иной город, он заключает договор долевого участия, покупает квартиру, ожидает окончания этапа строительства, ввода объекта в эксплуатацию, и после этого приезжает, принимает объект. Либо он может также отправить доверенное лицо на приемку объекта. – Ну а при большом желании он может съездить, посмотреть, что там строится? – Да, конечно. И зачастую это практикуют застройщики, продав недвижимость на этапе строительства в строящемся доме. Они приглашают клиента посмотреть на этап строительства, то есть, что происходит на строительной площадке. Как изменилась ситуация с момента покупки спустя какое-то время? – Вот в этой ситуации что самое главное? Как здесь обезопасить себя от возможных каких-то проблем? – Самое главное – это обращать внимание на юридическую составляющую, то есть, смотреть на договор долевого участия, стараться избегать уступок и каких-то кривых схем продаж, это преддоговор, либо еще какие-то схемы. И, соответственно, обращать внимание на надежных партнеров, то есть, на застройщиков, которые занимаются этим профессионально, то есть, не застройщики одного проекта. – Я благодарю вас за такой интересный рассказ. И я напомню, этим утром у нас в гостях были Кирилл Савельев, менеджер отдела агентских продаж ЛСР «Недвижимость М», и Артем Плюхин, специалист по недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в городе Перми.